Зовут меня Криваль Денис, мне 26 лет. Родился я в деревне Хатляны Узинского района Минской области. В данный момент прохожу службу в органах подразделенных по червячанным ситуациям. Работаю в университете гражданской защиты МЧС Беларуси на факультете подготовки научных кадров. Ты всегда должен быть премьером, заниматься всегда спортом, владеть какой-то определенной литературой. Всегда нужно делать что-то хорошее, стараться помогать людям, будь то в работе, будь то в какой-то повседневной жизни. Ну я бы не сказал, что особая должность-то важна. Главное, на любой должности можно людям помогать. Мой девиз – это пусть медленно, зато уверенно. Много времени уделяется спорту, банальной пробежкой занимаешься, и у тебя приходят такие довольно хорошие идеи, которые потом воплощаются в жизнь, ну в реальность, и именно в таких моментах они только и появляются, вот эти идеи. Фактически ты преодолеваешь какой-то новый рубеж для себя. Еще до работы в МЧС я не видел себя вообще как бегуна, а тут как бы команда собралась. Давайте пробежим 5, давайте пробежим 10, давайте 15, давайте на полумарафон поучаствуем, давайте во втором, давайте в третьем. И ты уже понимаешь, что даже если люди, этот коллектив расходятся, то ты уже в четвертый сам идешь, тебе это уже начинает нравиться, и ты понимаешь, что наряду с этим вопросом ты решаешь много дополнительных, и получаешь положительные какие-то эмоции, какие-то хорошие советы, сам себе отдаешь. Всегда можно из какого-то дела изъять очень хорошую пользу. Даже когда делаешь какие-то вещи, и казалось бы, ну и так сойдет, то я всегда довожу до конца, это иногда моя скрупулезность надоедает тому же отцу, потому что закончили дело, ну там чуть-чуть неровно, там чуть-чуть не это, вот все вроде бы, пора врубать свет, врубать оборудование, нет, пока не доведешь до конца, не могу это оставить, потому что я понимаю, что может быть найдется такой же еще человек, который хотел бы, чтобы было все идеально. Не обязательно, чтобы кто-то еще об этом знал, достаточно, чтобы об этом знаешь ты. Все время после службы фактически находишься дома с ребенком, первое движение, первый раз она встала, первый зуб, первая улыбка, первое слово мама, папа, то есть все должно происходить при мне, я должен это видеть, потому что потом буду только рассказывать, как все это было. Так вот, мне кажется, мое самое главное достижение, это моя семья, у меня прекрасная жена, красавица, дочка, я их очень люблю, и как бы рабочие моменты, они, да, есть и подъемы, и какие-то достижения, и падения, но это формальные какие-то вещи, к которым тоже нужно относиться серьезно, но в то же время семейные вопросы всегда на первом месте, и вот эти моменты нужно, как сказать, контролировать, беречь, всегда ставить на первое место. То есть одно из самых главных достижений, конечно, мне кажется, для всех должно быть эта семья. Субтитры создавал DimaTorzok